Здарова народ, вы на канале Миклуха Макфлай. Сегодня буду делать себе маленький походный топорик взамен вот этого китайского чуда. Есть у меня топор побольше, я недавно его тоже сделал, но он длинноват, а китайский кривоват. В общем, я нашел себе вот такой советский топор, старый ржавый, и буду его переделывать. По форме должен быть вот такой топор викинга. Начнем с предварительной зачистки, надо убрать ржавчину. Это моя не первая переделка советского топора, и с ними, знаете, как повезет. Бывает, что просто супер, а бывает какое-то чудовище. В общем, в этом случае топор оказался чудовищный, он треснул, но не бросать же дело на полпути. Я его отложил и решил работать с китайским топором. Его все равно не жалко. Избавляемся от старой ручки. Это такой закон подлости. Вот когда не надо, ручка сваливается, а когда надо, ее оттуда не выбьешь. В целом, конечно, обидно, что из советского не получится ничего сделать, но в любом случае я его оставлю. Наверное, в последующем зашлифую и заварю, и тоже из него что-нибудь такое придумаю. И этот топор тоже нужно зачистить. Точным чертежным прибором, сделанным из банки от гвоздей, размечаем будущий вырез. Нарисовано, конечно, ровно, но вот как вырезать это проблема. На то, чтобы выпилить этот полукруг, у меня ушло минут, наверное, 20 времени. В целом, не так страшно, как казалось. Тяжело резалось только у самого лезвия, а дальше, ближе туда к проушине, там металл совсем мягкий и резался, как пластилин. Вот такой переходный результат, хотя можно и так оставить, получается очень брутально, так коряво. Надо немного обработать шлифовальным диском. Конечно, напильником куда же без него. Кстати, по звуку напильника можно определить степень закалки топора. Вот когда напильник ходит возле проушины, то звук такой глухой. Когда напильник возле лезвия, то звук такой звонкий. Промежуточный результат меня вполне устраивает. Дальше дело за шлифовкой. Вообще, получается уже достаточно красиво. И когда авторы таких видео говорят, я решил оставить легкую патину, это значит, ему надоело шлифовать. В общем, мне тоже надоело шлифовать, и я решил оставить легкую патину. Кстати, есть такое мнение, что хороший топор можно отличить по звуку. Вот так звучит мой китайский топор. А вот звук советского топора. Я не знаю, я лишен музыкального слуха, друзья. Что скажете? Какой топор звучит лучше? Звук топора. Звук топора. Пришло время заточить мой топор. Топорец решил сам не делать. Купил вот такой буквой в магазине. Классно выглядит, хорошее дерево. В общем, его и буду применять. Еще была мысль, кстати, насадить топор через хвост. Вот с этим топором это сделать очень сложно, потому что, видите, какая у него узкая проушина. А вот с советским топором могло бы и получиться. Но в следующий раз обязательно так и сделаю. Тут начинается долгий процесс подгонки рукояти. Продолжение следует... Я знаю, меня смотрят большие специалисты. Вот обратите внимание, я после работы рубанок положил на бок, не на лезвие. Топор отлично сел на место. По сути дела, осталось только расклинить. Если бы я делал нормальный топор. Но я хочу сделать маленький туристический топор. Поэтому, друзья, если, в принципе, вам все понятно, вы сейчас можете выключать. Дальше начнется настоящая дичь, за которую вы меня будете много-много-много ругать в комментариях. Итак, если вы продолжили смотреть, то прямо сейчас начинается дичь. Тот хороший топор, который я только что сделал, я буду портить. Мне нужно отрезать вот так вот рукоять. Придаем рукояти более-менее эргономичную форму. Делаем пропил под клин. Клин у меня, кстати говоря, будет один. Я не любитель вот этих вот крестов. Клин буду делать из дубовой паркетики. Ее вырезаем и шлифуем. Клинный рукоять покрыл антисептиком. Пока моя рукоять сохнет, немножко подурачимся. У меня остался вот такой кусок рукояти и валялся вообще уродский топор. И, соответственно, сейчас я сделаю мега-супер-топор. Его тоже заточу. Подурачусь и хватит, вернемся к основному проекту. При помощи эпоксидного двухкомпонентного клея насаживаем рукоятку. Клин тоже вклеиваем и забиваем. И теперь можно денек отдохнуть. Клей должен высохнуть. На следующий день отпиливаем все лишнее и шлифуем. Ну и, собственно, вот такой топорик у меня получился. Теперь проведем несколько тестов. Ветки он рубит. Доски колет. Но самое главное, вот этот вырез, который я так долго делал, он позволяет держать вот таким хватом, что, соответственно, увеличивает контроль топора. Его даже можно использовать как нож. В походе и такое иногда сделаешь. А еще нашел у себя вот такую кубуру. Очень удобно в ней носить. Надо только кожный чехол на лезвие сделать. Ой, совсем забыла о этом мини-уроде. Надо же его тоже показать и протестить. В общем, он ветки рубит. Доски колет. И луком тоже удобно шинковать. В общем, получилось у меня сегодня два топора. Спасибо за просмотр. Пока.